Ольга спрашивает, пишет. Юля, здравствуйте, давно не было рубрики на колесах. Да, пишу сюда. Да, с удовольствием бы отвечать на вопросы, но вот перед подготовкой к первому сентябрю засосало что-то. То мебель поменять, то диван, то ковры купить, то педагогу подтянуть к первому сентября. Ну, в общем, да, немножечко засосало. Ну, сейчас полегче будет, наверное. Норму в режим войдем и будет время. Так, заранее спасибо за вашу помощь. Пожалуйста. Пальчику 2,2. Любим гулять долго и по несколько раз в день, но вот сами сборы это трэш. Летом было легко, шорта, майка ты одет. А вот если нужно надевать колгот, кофточки, штанишки, это прям истерика. Показывает мне на окно и говорит туда. Это означает гулять хочу. Как только я начинаю собираться, достаю его вещь, приговариваю сейчас, наденем то или это, начинает убегать. Силы уж тем более не отдаётся. Ужасная истерика, потная ручка. Ребёнок выходит гулять, это не дело. Объясняю, что ты замёрзнешь и так далее. Не помогает. Сколько ещё раз вырос? 2,2. Так, показывает мне на окно. Так, не дело. Объясняю, что ты замёрзнешь и так далее. Не помогает. Одевали мишку. Сама первая одеваюсь. Тоже не помогает. В воспитательных целях оставались пару раз дома. Не хочешь одеваться, значит, будем дома сидеть. Не помогает пока. Будет ныть туда и туда. Но надеть на себя что-нибудь не даст. Все эти сборы могут затянуться на минут 50. С мужем такое выступление гораздо короче, минут 10. И сам забирается на колени, чтобы ему надели колготы, например. Уже ответили прямо на свой вопрос. Муж говорит, что я очень мягкая, в принципе, церемониться не нужно. Муж вам всё ответил на ваш вопрос. Не хочешь одеваться, сиди дома. Почему у наших пап вообще дети слушаются намного лучше, чем мам? Ну, хотя, смотри, какая модель в поведении. Бывает, что у нас папы как мамы мягкие, да? А мамы такие прям, ну, я тебе сейчас дам. Как папы. Ну, в общем, смотря, вот кто сильнее в семье, тех и слушаются больше, потому что они не церемонятся. Сказали, сделали. А есть мамы мягкие, которые, ну, давай ещё чуть-чуть, давай ещё ложечку, ну, давай ещё. Вот если ты сейчас не делаешь, я тебе мультики выключу, а сама не выключает. А вот если ты сейчас не соберёшься, я тебе больше книжки не дам, а мы гулять больше не пойдём. То есть мамы грозятся по раз сто, но в итоге ничего не делают. И вот из-за этого поведения ребёнок привыкает. А, мать там фонит, раз она никаких мер не предпринимает, будут делать это дальше. А отец рассказал, хлобысь и сделал. Всё. Тут правило усвоено, да, как у животных. Тяпнул за шкирку, всё понятно, никакие объяснения не нужны. Поэтому отца они слушаются лучше, потому что они знают, что последует какая-то мера последует. А мама фонит и меры никакие не предпринимает, поэтому мама не слушается. Папа вам всё ответит. Папа ведь и хрязь. И всё, я проставила, всё, точки надо. И нам нужно мамам, сама такая же, нам нужно мамам, и мне тоже, сказал, сделал. Если вот говорим, что не будешь сейчас слушаться, в угол пойдёшь. Всё, не слушаешься, топаем в угол. А они... У нас в глазах пелена в виде любви под названием любовь. И мы вот всё жалеем, жалеем, а они в итоге становятся без тормозов, без правил. И вот они понеслись, как кони, по просторам. Чем-то разлетим больше. Любивый будет тогда, когда он знает, что маму можно перегнуть. Если бы он знал, что маму перегнуть бесполезно, ныть, уговаривать, валяться на полу, что мама, как сказала, так и будет, он и не будет у вас упрямым, и не будет свободно-любивым. Я не говорю о том, что нужно вообще прям в клетку посадить и ничего не давать. Нет, бога ради, пожалуйста. Но если есть правило, если чего-то нельзя, и перегибать палку нельзя, и терпение у нас на такой-то отметке не вот такое терпение, а вот такое терпение, то надо исследовать этому. Значит, что я бы вам порекомендовала в этой ситуации? Во-первых, приглядеться к отцу однозначно, что он делает такое, и точно так же действовать, точно так же поступать. Вот. И второе, есть такие дети, которым очень неприятно к коже какие-то прикосновения. Да, это у нас дети тактильные, чувствительные, и есть такое в практике, что их желательно не трогать, и они не любят, когда их трогают, им неприятно к коже те или иные. В общем, повышенная чувствительность к коже, все. Этим все сказано тремя словами. Так вот, что с такими детьми делать? Вместо колгот, значит, это пижамные штаны, широкие. Вместо ретуса, штанов, свитеров, кофт, шарфов и так далее, вот я сына как выводил на улицу, он у меня дома ползал в этих штаны пижамные, то есть они широкие такие прям, портошницы, да, вот он, и в такая же размахайка, вот похоже на пижамные это. Что делаем зимой? У нас же есть рема. Да, дорого стоит, да, 7 тысяч, 8 тысяч стоит, или там какая-то фирма. Ну и бог с ней. Вы лучше один раз купите, но зато ребенок у вас будет, ну, он, он, как будто он в домашней одежде на улице. Вот, вот, я разорилась, мне тоже было мало делать, но я разорилась, купила за 5 тысяч этот комбез рема, он тоже не любил одеваться. Вот я его беру вот такого, вот прям ползающего с пола, я знала, что он тоже не любил одеваться. Кате ему быстро, он пока еще не заметил, старшая сестра, носки, трынь-трынь, я его в эту рему, в эти ремовские тоже сапоги такие широкие, шлем сверху хлобысь, молнию вот так вот, хлоп, все, ты уже в санках на улице, он даже А не успел сказать, и Б не успел сказать, и минус 20, и минус 15, ему достаточно вот этих теплых, то есть тонких хлопчатобумажных, вот этих вот типа а-ля пижамных штанов, в ремовский комбез, он весь вот такой вот свободный, кожу ничего не трет, и его не раздражает, все, а у нас раздражало не потому, что мы психи там были, а у нас вечно был диатез, и кожа была всегда в ранениях, ему все это было неприятно, вот эти вот надевания колгот, что-то тесное, вот, в общем, купите легкую, свободную одежду, не колготы, носки, еще вот шарфы любят, шапки, платки, еще кто-то смотрю, еще завязывает под шапку, вообще застрелится, шлем, чтобы у нас не было ни воротника, ни этого, ни шарфа, вот прям цельный комбез, туда ребенка, вши, застегнул, и все, ты уже в коридоре, ты уже все, ты уже орать не можешь, без каких-либо объяснений, чем больше вы устраиваете танцы с бумагой, вот это вот, да тебе будет холодно, да ты замерзет, да тут ходить нельзя, вам больше еще будет орать, взяли, сделали, и уже за дверь поставили, все, ты уже одет, ори, не ори, все, что орешь, что уже прививку сделали, как мы говорим, да, все уже, когда вот кровь из пальца пером, или там прививку делаем, мы же его тоже с кабинета вызвать, все, уже все закончилось, все, можешь уже не кричать, в рот ему, в лицо еще подули, и вот это хорошее такое переключение, он переключается своих эмоций на сохранную функцию, когда ему, он задыхается, да, ребенка, когда в лицо дуешь, он успокаивается, очень хороший прием его вывести из истерики, когда он долго плачет, ребенку в лицо дунули, он начинает захлебываться, он не может дышать, и переключается со своих эмоций, вот на, только бы ему начать дышать, все, одеты и на месте, я бы так, наверное, попробовала, а так, смотрите на папу, отец ваш прав, ему плюсик, папе привет, это мы ответили Оле, ставлю пометку, что ответила.